я изначально официально бросил гарвард я проучился два года в колледже и не окончил его так что это должно рассказать вам кое-что о планке как в сфере информационных технологий так и в сфере криптовалют я учился на медика и собирался стать врачом а затем занялся айти карьерой это действительно было в начале девяностых точно так же как мир даткомов развивался и люди не изобретали url адреса их вещи появлялись на бизнес сайтах или в бизнесе я бы сказал в бизнесе появляются рекламные счеты и сами сайты и есть много параллелей между тем как мы пережили все эти даткомы и пузырь и пониманием того как создавались компании а теперь 20 лет спустя почти 30 лет спустя рост и расширение криптовалют и блокчейна и я могу немного рассказать об этом конечно же о большом сходстве в опыте что произошло в мире даткомов и что случилось с тем что происходит в криптографии это очень интересно это очень поучительно и дело не только в ценах акциях и торговля и это одна из вещей которые я действительно хотел бы привнести это одна из тех вещей о которых мне нравится говорить большое внимание уделяется крипто и блокчейн пространству все дело в цене конечно прямо сейчас при резких колебаниях цен мы снизили стоимость биткойна на значительные проценты но опять же многие люди только вступают в это пространство возможно для некоторых из вас это первый раз когда вы вообще слышите о биткоине и блокчейне год назад цена была ниже чем сейчас пять лет назад я думаю можно с уверенностью сказать что она исчислялась трехзначными цифрами сотнями долларов так что она действительно растет она действительно падает ею как ты узнаешь немного манипулируют это ни в коем случае не чистый рынок но в целом рост рынка рост цен как бы отслеживаются по мере того как люди вкладывают деньги в это пространство и строит бизнес вокруг блокчейна и криптовалют и это действительно то о чем я хочу поговорить все эти спекуляции то какую криптовалюту купить и что лучше и где ты можешь приумножить свои деньги об этом должны говорить другие люди инвесторы трейдеры спекулянты и маркет-мейкеры я снова сосредоточился на технической стороне я пришел в это пространство когда оно только начиналось в 2009 году на самом деле в 2010 году в этой области когда сатоши накамото который является нашим анонимным создателем биткоина если вы этого не знали опубликовал белую книгу в которой определялось что такое биткоин как технический проект это был не первый раз когда предлагались электронные деньги но это было решение многих проблем с которыми сталкивались более ранние версии и это одна из причин по которой она действительно взлетела в сочетании с тем что происходило в обществе в то время что опять же для многих из вас вы знаете вы были моложе когда это произошло но в 2008 году в те же самые сроки произошел огромный финансовый крах который был вызван манипуляциями с банками недвижимостью и ипотекой в частности и это было предложено вся эта концепция пиринговых наличных электронных денег которые не имели центральной власти и не могли быть стерты или манипулированы вот где это семя действительно пустила корни и начало расти так что по своей сути биткоин не предназначен для того чтобы быть способом взаимодействия с финансовым миром именно так он был построен чтобы заменить многое из этого и по мере того как она развивалась а также по мере того как в нее вовлекались корпоративные интересы и люди с деньгами в реальном мире эта грань очень сильно размывалась но на самом деле это не значит судить плохо ту или иную сторону скорее дело в том что можно заработать много денег исключительно на манипулирование валютами и когда я говорю манипулирование я имею в виду торговлю туда-сюда и спекуляции но то о чем я хочу поговорить остаток часа гораздо больше о том что скрывается под поверхностью почему это вещи о которых ты слышишь название проектов и возможно ты купил некоторые из них возможно ты только что услышал о них возможно ты глубоко увяз в чем-то и потерял деньги приобрел деньги но знаешь ли ты что это за проекты и почему кто-то покупает токены и надеется получить прибыль за биткоин или эфириум которые являются наиболее известными из них это очень простое денежное предложение это самые известные криптосистемы но когда люди начинают говорить об инвестировании в другие проекты другие токены и другие монеты многие люди начинают теряться в том о чем мы говорим так что я действительно хотел потратить несколько минут и пролить на это немного света за последние несколько лет я прошел через разные роли в разных проектах как я уже сказал я был айти консультантом в реальном мире поэтому я смог потратить много времени на то чтобы разобраться в том что происходит в крипто мире и честно говоря все началось с очень благих намерений с множество невероятно умных людей и множество невероятно просто замечательных идей и эволюция многого из этого заключалась в том что происходит когда отличная идея сталкивается с реальным миром так например с биткоином биткоин пострадал от собственной популярности и разработчиков самого биткоина а также от их нерешительности скорректировать то что называлось размером блока количество транзакций которые вы могли бы вместить в определенный блок в этом блокчейне это вызвало такой ужас и справедливые споры в сообществе что в конечном счете сообщество биткоинов раскололось и они пошли двумя путями и технология сам блокчейн была разветвлена вот почему у нас есть bitcoin кэш это другой проект основанный точно на той же цепочке биткоинов и в самом деле если у тебя есть ключ от секретного ключа на одной цепочке он может разблокировать монеты на другой обычно так работают форки но именно так появились некоторые проекты просто расхождение во мнениях у людей которые их создавали и я говорю это потому что ты должен помнить все эти проекты какими бы непроницаемо сложными они не казались особенно если ты только начинаешь осваивать это пространство или только учишься они собраны вместе людьми и иногда в них есть недостатки иногда это проблемы которые не видны в логике того как все идет вместе и это действительно один из рисков связанных с принятием того факта что система это правило что мне не обязательно иметь центральную власть над этой системой я могу просто следовать тому что делает блокчейн опять же это немного эволюционировала потому что ты можешь быть очень чист в своих чувствах а затем когда происходит что-то что вызывает огромный раскол в сообществе например опять же сравнимым является эфириум когда эфириум создавался и развивался была выдвинута концепция называемая дау которая в настоящее время является хорошо известной аббревиатурой или должна быть хорошо известной цифровой автономной организацией это был один из первых проектов собранных вместе в цепочке эфириум и подача была правилами игры для этой организации если ты хочешь работать на нее они прописаны в контракте и не могут быть изменены и все очень гордились тем что построили это здание и я считаю что внес в это свой небольшой вклад а потом мы все однажды утром проснулись и обнаружили что какой-то креативный хакер нашел изъян в этой структуре и украл много-много эфириума из контракта люди были недовольны конечно правила игры если ты такой если единственные правила и единственная структура блокчейна это то что блокчейн позволяет тебе делать и нет ничего большего в построении дау подобного тому что было сделано это законно может ли хакер просто воспользоваться существующими правилами и взять то что доступно благодаря его навыкам опять же половина сообщества согласилась с тем что да таковы правила а другая половина сказала категорически нет мы все потеряли деньги мы все должны собраться вместе и подвергнуть цензуре эту транзакцию остановить ее и внести эти эфириумы в черный список и опять же вот как мы перешли от эфириум к эфириум и форку эфириум под названием и тиси эфириум classic я полагаю в одном из которых реализовано не изменение этих транзакций и в одном из которых сказано нет мы забираем их обратно и останавливаем этого хакера это пример того как развивались ранние проекты но все это говорит о том что в наши дни проекты строятся друг на друге но все как бы проистекает из того же самого изначального ядра не доверять людям которые находятся по другую сторону сети а доверять коллективной сети в обеспечении безопасности вещей ты не знаешь кто этот человек которому ты отправляешь биткоин эфириум или что-то еще но сеть знает что ты отправил только столько и именно настолько они имеют право и это подтверждено всеми и что конкретно в биткойне это подтверждено майнерами это мощная мощная ситуация я бы сказал конечно просто в качестве напоминания о том что профессор медлен на самом деле сказал перед внедрением многих из этих систем будь то криптовалюты и общедоступные такие как биткоин эфириум или разрешенные общедоступные как компания может построить чтобы вы могли проверять записи в качестве источника данных или полностью мальчик я в частном порядке как правительственный cbd большой риск много недостатков или преимуществ кроется в том как эти системы внедрены и в самом деле кто этот человек или люди или группа или группы которые ими управляют я думаю именно это вызывает большую озабоченность по поводу того как данные связанные с цифровым долларом могут быть использованы скажем так для угнетения определенных групп или причинения вреда я думаю что как уже было сказано нам очень не хватает понимания того как эти системы могут быть использованы в будущем но я упоминаю об этом только для того чтобы еще раз сказать что все мы являемся частью того что внедряется и ты знаешь вы парни и девушки из аудитории легко могли бы оказаться в правительственном учреждении где-нибудь в ближайшие несколько лет если ты собираешься работать в этой области или стать лоббистом своего рода активистом чтобы продвигать позитивные внедрения всех этих технологий или ты мог бы создавать следующую систему которая правильно использует технологию я думаю что в целом есть много вариантов и способов проникнуть в пространство и много способов которыми если ты действительно заинтересован ты можешь воспользоваться это больше не похоже на типичный прием на работу в компанию если ты перестанешь думать что у многих из этих котировочных компаний точно нет штаб-квартиры ты можешь построить все что захочешь с помощью любой технологии доступной на многих из этих блокчейнов и еще одна вещь и я действительно хочу вернуться к этому потому что это справедливо как уже упоминалось понимание того что делают многие из этих проектов и как они сочетаются друг с другом довольно важно для реального понимания того в чем смысл отрасли в качестве примера в этом пространстве существует бесчисленное множество проектов которые многие люди знают по имени но не мог бы ты указать на них если бы кто-нибудь сказал ты слышал палькодота многие люди слышали палькодот и ты можешь сказать им что это за символ и возможно посмотреть его на coinbase но знаешь ли ты что он делает и почему почему это так важно или что-то вроде космоса опять же очень широко известная или лавина или кардана очень широко известная так как это проект который мне нравится о чем я хочу поговорить хотя бы пару минут так это о том что делают такого рода проекты и это очевидно что это четверо из многих но я начинаю понимать для чего нужен блокчейн он не просто взаимозаменяем со следующим блокчейном ты знаешь если ты сосредоточен на цене ты будешь сосредоточен на тех которые возможно движутся больше всего или на тех о которых кто-то сказал тебе что они могут что-то объявить и поэтому цена будет расти но со всей откровенностью если ты вникнешь в то чем занимаются проекты и кто ими руководит и чем глубже и чем больше ты узнаешь на мой взгляд тем больше ты действительно влюбляешься в то что это такое и элегантности безумие в том что технологии просто способны делать все эти вещи за которые людям платили или на которые мы годами тратили впустую неэффективности деньги и я знаю что не был там очень конкретен но по правде говоря это потому что приложение некоторых из этих проектов применяются во всех отраслях промышленности это не просто картинки с ценой на них ты можешь использовать в качестве удостоверения личности ты можешь использовать его для регистрации акта на землю или права собственности на карту или своей личности или любого другого в этом больше ценности чем опять же просто красивая картинка но именно с этого и началась технология и опять же есть конкурентоспособность и прибыль а кто может выжить какие деньги из кого еще в мире инфт этого много очевидно что этого много и в реальном мире и в мире искусства но правда есть повторное применение технологии это самое захватывающее да мы пройдем через такой этап что же мы уже прошли через это я думаю что сейчас на самом деле все успокаивается поскольку людей по сути преследуют за то что они мошенническим путем делаются то чего им не следовало делать и снова используют эту технологию я хотел бы напомнить тебе об одной вещи о которой ты должен думать очень очень сильно когда вступаешь в бой только потому что ты можешь что-то сделать это не значит что ты должен это делать и это относится ко всему начиная с инвестирования по какой-то анонимной наводке или продолжение чего-то что кажется слишком хорошим чтобы быть правдой так что это шаг назад к технологиям и своего рода пониманию того что делают проекты один из хороших способов начать понимать любой проект у них всегда была традиция публиковать белую книгу в которой действительно описываются детали и суть каждый кто вкладывает свои деньги в проект должен был прочитать белую книгу по этому проекту почти никто этого не делает у него как правило есть очень хорошая информация и он может указать на некоторые красные флажки и недостатки не только в том чтобы вкладывать деньги в эту компанию но даже вы знаете риск связываться с ней работать над ней конечно на данном этапе мы не будем называть имен но всегда полезно узнать побольше о проектах это равносильно тому как если бы вы инвестировали в акции облигации или какие-то ценные бумаги в реальном мире есть вещи называемые проспектами которые вы читаете и узнаете о чем идет речь и ты знаешь что это за компания и чем она занимается и кто в ней участвует и где они были многие люди не тратят на это время а